Почему предприниматели, которые замотивированы тем, чтобы у них вывозили мусор, в том числе и отчетностью в экологию, мы тоже отчитываемся в экологию, изо всех своих сил стараются, чтобы у них вывезли мусор. А должностные лица рекоператора не заинтересованы в том, чтобы вывезти мусор у нас, утилизировать его и захоронить. Может быть тогда как-то, чтобы была одинаковая заинтересованность, в том числе и денежная, например. Должностные лица рекоператора, чтобы несли какие-то денежные потери в связи с тем, что у нас, у меня, например, конкретно на моем предприятии вывозят мусор только на бумаге. Санкции за неисполнение договора. Ну, как бы мы к этому, наверное, придем. Пока я только жалуюсь и прошу, прошу вывести. И жалуюсь, что я буду обращаться к правоохранительным органам. Ну, наверное, как бы терпение тоже, как бы оно не безграничное. И будем подавать в суд, будем жаловаться действительно в прокуратуру. Не хотелось бы до этого доводить, потому что, как вы понимаете, у предпринимателей тоже, ну, нет лишних денег, чтобы нанимать юристов, например. Да? И идти в суд. И затяжные вот эти судебные процессы. Ну, наверное, стоит какой-то один показательный устроить, чтобы как бы, ну... Спасибо. Вопрос задам. Вопрос задам. Вопрос задам. Рекоператор готов ответить. Я вот списал у вас. Конечно, мы обязательно проверим. Если мы не заезжали, может быть, такой, да, и что-то не сделали, мы разберемся. Ну, к сожалению, опыт работы в Балакова нам показывает, что и договор вас заключают, и, значит, мы приезжаем к воротам, а нам говорят, а у нас мусора нет, и ворота не открывают, чтобы нам туда заехать. У нас такие факты есть. Я разберусь, почему к вам не заехали. И тем более, если вы, говорите, неоднократно делали, вся почта на электронике у нас регистрируется. Поэтому, если вы электронкой или почтой, у нас есть регистрация, я это проверю. Вот. Но случаи у нас такие есть, когда нас просто не пускают и говорят, а мы мусор, да, договор есть, а мусор нет. Пытаются просто не платить и возвращают нам. Я, договор есть, услуга не оказана, потому что мы, значит, вы не приезжали, мы заявку не делаем. А мы не собираемся ждать образа заявки. У нас договор заключен, график есть, мы должны приехать. Я разберусь еще раз. Но, к сожалению, один только ИП Огарев у вас, который не имеет никаких отношений с рекоператором, заключил в договорах с юридическими лицами более 70 юридических лиц, по нашей информации, да, то есть мы имеем. А сколько еще больше, значит, есть он. Это удивительно. Мерку ворота до сих пор возит у вас, значит, юридических лиц и так далее. То есть, поэтому я думаю, что мы с вами пикироваться не будем, я запишу, и уж потом мы посмотрим, почему. Ну, можно ремарку? Можно ремарку небольшую? Вот касательно всех. Вот здесь у нас предприниматели, которые сейчас говорят за себя и хотят решить свою проблему конкретную. Мне неинтересно, честно говоря, как дела обстоят у людей, которые не пускают машины за мусором. Мне интересно мое предприятие, когда мы подаем заявки, да, и заявки подаем, и жалуемся, но к нам не едут просто. И не едут по условиям договора. У меня есть предложение. У вас там есть предприятие, есть Роман Ирисов, наш представитель, наш руководитель Ала. Список предпринимателей, у кого такие проблемы есть, мы их передаем регионам-оператору, и тогда будем решать эти вопросы. Хорошо? Хорошо. Хорошо.